А они тебе такими прям представляются, какими-то, которые можно так пью, и ничего не поменялось. Эти уже веревки вроде бы и отвалились, а я, да нет, я сейчас их еще намотаю на себя. И повязку уже так вот спазла, и повязку на глаза. Помогите мне, я бедная несчастая овечка. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад видеть на своем канале. Далее, буквально несколько вступительных слов для того, чтобы ввести в курс дела относительно того, на каком мы блоке сейчас с вами находимся. И для тех, кто, может быть, впервые попал именно на эту лекцию. Напоминаю, что мы с вами разбираем карты Таро, но в несколько необычном исполнении, в неклассическом. Под классическим я подразумеваю колоду Райдера Уэйта. Вы, я думаю, вы все с ней знакомы, коль вы смотрите эти лекции. Но есть также колода, которую выпустила компания Лос Карабео. На основании гравюр великого мастера Гюстава Дере. Вся эта колода в черно-белом исполнении. Ну, как иначе, если это классическая гравюра, конечно, она будет черно-белой. Ну что, насладились той булочкой, тем пряничком Тройка Пентакли, которая была в прошлый раз? А все. А нет. А опять сегодня у нас мечи. Опять сегодня у нас страшные мечи. Восьмерка мечей. Стоит только взглянуть на классическую карту, на эту бедную девушку, которая связана. Глаза у нее перевязаны. Ничего не видно. Не знает, куда ей идти. Особо и нет возможности двигаться, потому что движения скованы. На этой карте, давайте, кстати, перейдем сразу, посмотрим с вами на гравюру. Что мы видим? Конечно, мы видим наших главных героев. Здесь и Пантагруэль, здесь и его друзья находятся. И они заглядывают в клетку, в которой сидит какая-то птица. Название сегодняшней лекции вам должно сказать кто это. Это не просто птица. Это папец. Да. Они прибыли на необычный остров, который называется Звонкий. И на этом острове, который населяют люди-птицы, есть люди разного ранга. Самая значимая из них – это птица-папец. Кроме того, она еще единственная в своем роде, в своем экземпляре. Стоит ли говорить, что таким образом Франсуар Рабле, он высмеивал духовенство и знать, из разряда духовенства, того времени во Франции, когда он жил. Он показывал их безмятежное пребывание на данной земле, где иные люди должны в поте лица и крови зарабатывать мелкие гроши, а на этом острове, который, конечно же, отнюдь не Франция, нет, это какой-то такой абстрактный остров, а они там жиру бесятся, ничего не делают, а у них только все пребывает. Но мы сейчас с вами чуть-чуть познакомимся плотнее и ближе с этими героями, с этими персонажами, читая главу или даже несколько глав из нашей книги. Пока буквально несколько слов относительно того, что мы видим на карте. Отчасти она перекликается чисто визуально с нашей восьмеркой мечей. Почему? Потому что также есть какой-то персонаж, сидящий в клетке, которого как мечи оградили прутья. Явно, что он там в заточении, он там не свободен, он зажат, он не может вырваться оттуда никак. Так складывается впечатление такое, на первый взгляд. Но скрытый смысл этой карты в том, что там есть и иного рода ограничения, которые в большей степени касаются наших героев, а не этого папца, который сидит в клетке. По своей воле, скорее всего, кстати. Что в этой карте также может быть. Посупим мы с вами классическим образом. Как и ранее, я предлагаю зачитать вначале ту часть повествования, которая относится у нас непосредственно к сегодняшней карте. Потом перейдем к классическому разбору карты по Уэйту. Посмотрим с вами зодиакальный дом и значение, которое приобретает практически смысл, когда мы эту карту вытаскиваем в раскладе. Что она может сказать нам о наших клиентах? Как она может помочь? Нет, не нам. Нашим клиентам решить их какие-то поседневные задачи, заглянуть в будущее или решить какую-то насущную проблему здесь и сейчас. Поэтому предлагаю переходить к чтению. Я не буду зачитывать абсолютно все несколько глав, которые касаются именно нашего сегодняшнего урока, но я зачитаю те части, которые точно относятся у нас к сегодняшней карте. Фрагментарно из каждой главы, выделю какой-то определенный контекст, Панург задумал жениться. И они так далеко зашли в своем путешествии, что по дороге к Оракулу Бутылки заплывают то в один остров, на один остров, то на другой, и сталкиваются совершенно с разными ситуациями, с разными людьми, существами, человекоподобными. И естественно, что это все в такой гипербелизированной, в несколько высмеянной иногда манере подаются человеческие качества, недостатки, а порой и достоинства общества Франсуа Рабле. Ну, мы далеко с вами не ушли от тогдашнего общества, немножко поменялся наш внешний вид, мода, но людские ценности и, к сожалению, привязанности и слабости остались прежние. Итак, они прибывают на остров Звонкий. И давайте сразу обращать с вами внимание на то, какие ограничения могут случаться с нашими ребятами, с нашими героями, и как это соотносится с классической колодой карт, где мы уже на лицо видим какие-то ограничения. Когда они прибывают на остров, они уже услышали звуки. Нас, пишет от первого лица автор книги, встретил низенький простоватый отшельник по имени Гульфикус, уроженец глотиньи. Он дал нам исчерпывающее объяснение касательно трезвона и весьма странно нас угостил. Он велел нам четыре дня подряд поститься, иначе, мол, нас не пустят на остров Звонкий. А там сейчас начался пост четырех времен года. И мы сходу сталкиваемся с тем, что ребята наши получают какое-то ограничение. Они долгое время плыли на корабле. Честно говоря, они уже были вымотаны. Прибывши почти на остров Звонкий, им отнюдь не хотелось поститься четыре дня. Понурк говорит, не понимаю, что это значит. Скорее уж это время четырех ветров, ведь этот пост одним только ветром нас и начинит. Нет, правда, неужто вы кроме поста и нового времяпровождения не знаете? Приятного мало, я вам доложу. Нам эти придворные церемонии, собственно, ни к чему. Далее говорит Пантагрель. Если уж не поститься нельзя, то лучше, возможно, скорее от этого отделаться, как от плохой дороги. Я почему-то зачитал такую некую несумятицу и неразбериху, дабы показать, что ребята, прибыв на остров, уже получили ограничения. И вот эта восьмерка мечей, она уже говорит о том, что они попадают в обстоятельства, в ограничения, против которых ничего сделать не могут. Но они выбирают, вместо того, чтобы противиться этим ограничениям и обстоятельствам, им поддаться. И Понурк, у кого два диалога в этой главе, и Пантагрель, у кого длинный диалог, все сводится к тому, что они, да, они согласны, они будут поститься, но коль иного выхода нет. Когда наш пост окончился, отшельник, который их встретил, дал нам письмо к некоему мэтру Эдитусу, жителю острова Звонково, которого Понурк, однако ж, переименовал в Антитуса. Это был славный старичок, лысый, румяный, багроволицый. Благодаря рекомендациям отшельника, который уведомил его, что мы постились, как о том было сказано выше, он встретил нас с распростертыми объятиями. Досыто накормив, он ознакомил нас со всеми особенностями этого острова и сообщил, что прежде остров бы населен сетицинами, которые впоследствии по велению природы превратились в птиц. И далее идет перечисление некоторой исторической справки, которые нам совершенно неинтересны относительно этого острова. Я к чему это говорю? Что их ограничения, плохие, стесненные обстоятельства, когда они им поддались, очень быстро превратились, ну буквально за 4 дня, я считаю это быстро для их длительного путешествия. Нечто прямо противоположное. Их теперь встретили на острове с распростертыми объятиями, а далее мы будем читать, что их угощали постоянно, денно и ночно, им даже спать не давали, так много было всевозможных угощений. И, как это часто любит делать Рабле, перечисляет огромный список всевозможных вкуснейших блюд, от которых просто слюны полон рот. Да. И напитков. Все сменилось, совершенно по-другому стало. Это, кстати, будет у нас также перекликаться и с сегодняшней картой, восьмеркой мечей, и с сегодняшним зодиакальным домом, который понаразумевает также какие-то внешние ограничения, и помните, как это часто бывает? Именно от нашей реакции зависит то, как мы выйдем из этой ситуации. Это, кстати, касалось всех мечей у нас до этого. Помните, как важно выйти правильно из тройки мечей, из четверки мечей попав в пятерку, из пятерки попав в шестерку, важно также из нее выйти правильно. Мы потихонечку с вами уже дошли и до восьмерки. И хотя мы не разбирались с семеркой мечей, но вы все помните эту классическую карту, когда воин вырует мечи, совершая некий хитрый ход на поле битвы. Они не планировали на острове Звонком задерживаться надолго. И тут их радушный, доброжелательный хозяин, смотритель острова, сообщает о том, что они, дескать, не могут, пополнив запасы сие снова и воды, тут же выдвинуться в путь. Не получается. И вот Пантагуриэль на этом фоне приуныл. Это замечает Эдитус и говорит, «Государь, вам известно, что всю неделю перед зимним солнцестоянием и всю неделю после него на море не бывает бурь. Это зависит от того, что стихии благосклонны калькионам, птицам, посвященным фитиде, которые как раз в это время высиживают и выводят на берегу птенцов. У нас здесь море мстит за долгое спокойствие, и когда к нам приезжают путешественники, четыре дня к ряду грозно бушуют. Все же, думается нам, это оно для того, чтобы вы по необходимости здесь задержались и в течение четырех дней угощались на доходы от колокольного звона. Не думайте, однако ж, что это для вас потерянное время. Вам волей-неволей придется у нас побыть, если только не хотите иметь дело с Юноной, Нептуном, Доридой, Иолом и так далее. Но у вас есть теперь одна забота «Попировать на славу». И снова они сталкиваются с другими ограничениями снова-таки четыре дня. Там четыре дня постились, они охотно согласились на это, теперь четыре дня сменяются тем, что они могут «Попировать на славу». Их встречают хлебосольно, с широко распростертыми объятиями. Но выясняется, что и тут есть ограничения. Не получится просто пополнить запасы и поплыть далее. Нет. И здесь четыре дня ограничений. Пантюгрель огорчается поначалу. Опять ограничения от внешних каких-то обстоятельств, от которых они не зависят и на которые повлиять не могут, ибо море штормит, о чем говорит Эдитус. Но он тут же поворачивает обратную сторону этой карты, говоря о том, что для вас это время не будет потеряно. Вы сможете в это время насладиться всласть и вдоволь теми всеми ястами и угощениями, которые есть на нашем острове, ибо это все совершенно бесплатно. Третий день, так же, как и два предыдущие, проходил у нас в увеселениях и беспрерывных пирушках. В этот именно день Пантюгрель изъявил настойчивое желание увидеть папца. Эдитус однако сказал, что папец не весьма охотно дает на себя посмотреть. А разве у него Плутонов шлем на голове, гигесово кольцо на когтях или же хамелеон на груди, что он может быть невидим? Нет, отвечал Эдитус, но он по природе своей не весьма доступен для лицезрения. Все же я постараюсь устроить так, чтобы вы на него посмотрели, буди это окажется возможным. С последним словом он удалился, а мы продолжали набивать брюхо. Четверть часа спустя он возвратился и сказал, что папец видим. И вот он повел нас крадучись и молчком прямо к клетке, в которой окруженные двумя маленькими кординцами и шестью толстыми и жирными епископцами, распустивши крылья, сидел папец. Наружность его, движение и осанка привлекали к себе пристальное внимание панурга. Наконец панург громко воскликнул. А, нелегко его возьми с этим своим хохлом, он не дать не взять урод, ой, то бишь удод. Ради бога, тише, сказал Эдитус, у него есть уши, как это совершенно справедливо заметил Михаил Матисконский. А все-таки он урод, молвил панург. Если только он услышит, что вы кощунствуете, вы погибли, добрые люди. Видите, у него в клетке водоем, оттуда на вас посыплются громы, молнии, зорницы, черти, вихри, и вы в мгновение ока уйдете на сто футов под землю. Лучше бы нам бражничать допировать, молвил мраджан. Панург все с таким же неослабным вниманием продолжал рассматривать папца и его присных, но вдруг, обнаружив под клеткой казарку, казарка это птица, возопил, свидетель бог, мы попались на манки и угодили в силки, видят, что дурачки, ну и втерли нам очки. В этой стране сплошное плутовство, жульничество и мошенничество. Не приведи господь, глядите вон, казарка. Вовсе это не казарка, ради бога, тише, это самец, досточтимый отец казначей. А ну-ка, сказал Пантагуриэль, заставьте папца что-нибудь спеть, мы хотим послушать его напевы. Он поет лишь в положенные дни и ест лишь в положенное время. А у меня не так, молвил Панург, у меня все часы положенные, так пойдемте же кутнем напропалую. Вот сейчас вы рассудили из нрава, заметил Эдитус. Рассуждая таким образом, вы никогда не станете еретиком. Я с вами согласен, идемте. Идя обратной дорогой, мы заметили и далее они уже уходят от нашего персонажа, как двойная клетка что-ли получается, да? Мы сейчас смотрим и нам кажется, что в клетке папец, а на самом деле в клетке находятся наши друзья. Только клетка для них целый остров, из которого они ну никак не могут вырваться ввиду непреодолимых обстоятельств. Они могут повлиять лишь на свое ощущение, то, как они сейчас будут это время проводить. Предлагаю переходить тогда классическим значением и кстати хотел сразу сказать, что я выведу сейчас весь этот текст на экран и кто желает может себе его заскринить. Карта является ярким индикатором лишения свободы. Ситуация требует смирения и покорности. Ситуация требует смирения и покорности в начале первый раз когда им сказали, что нужно поститься иначе они не попадут на остров Звонкий попав на остров Звонкий обрадовались о еда все можно не поститься снова ограничение о том, что вы раньше четырех дней отсюда не сможете отплыть ибо море штурмует так оно радуется тому, что прибыли к нам гости из других далеких стран является ярким индикатором лишения свободы. И требует чего? Смирения и покорности. Сейчас внутренняя слепота и неспособность разобраться в себе и других такова, что станет неодолимым препятствием для продвижения вперед. Смотрите, как взаимосвязано у нас внутреннее и внешнее. То, что мы внутри скованы и ограничены, не позволяет нам двигаться и вперед. И бывает наоборот, внешние ограничения могут нас застопорить внутри. Я думаю, в какой момент мне напомнить вам о фильме замечательном и прекрасном, который я неоднократно упоминал, побеге Шоушенко, где есть внешние ограничения в буквальном смысле, потому что человек, как и все остальные заключенные, заточен в тюрьму. Есть также и внутреннее. И в какой-то момент именно у главного героя Энди Дюфрейна у него появляется ощущение внутренней свободы, когда у него на лице, в его взгляде содержался некий такой свет и ощущение того, что его эти стены совершенно не удерживают, что он уже давно вышел за их пределы. Видать, в какой-то момент, когда он смог преодолеть эти препятствия внутри себя, случилось так, что он и в буквальном смысле вышел на свободу, потому и фильм называется не столько побег из Шоушенко, сколько Шоушенко Redemption, все-таки как возрождение, как воскрешение к новому чему-то. Предупреждение по этой карте большинство проблем является надуманными, то есть, если мы просим у карты совет, и она может выпасть нам в перевернутом виде, скорее, это не совет, а предупреждение, то есть, чего не стоит делать по этой карте, или как, чего стоит опасаться. Большинство проблем являются надуманными, то есть, ограничения как таковые являются в большей степени либо вовсе у тебя в голове, либо ты ухватился за какие-то прутья, которые тебя нисколько не сдерживают, на самом деле ты можешь легко сквозь них вырваться, или эти мечи, мимо которых девушка может с легкостью пройти, они ее никак не останавливают. Это карта ограничений, она описывает состояние связанности, спутанности, беспомощности, и все эти ситуации, когда человек не чувствует себя свободным, и не может жить так, как ему нравится. Такая общая фраза, которая во всех сферах, не важно, это будет карьера, финансы, взаимоотношения, наше саморазвитие, что эта карта показывает в общем и целом, сразу, сходу. Что нет ощущения свободы, а в противовес ему есть ощущение скованности, беспомощности, неспособности продвинуться вперед. А вот дальше мы будем сами разбираться, от чего это зависит, и как это будет проявляться как я часто это говорю вам почти, наверное, с каждой картой. Вспоминайте, что в любой из них это может быть что-то внешнее, так и что-то внутреннее наше. Это объективно могут быть какие-то внешние обстоятельства, продиктованные, скажем так, ситуации на работе, ситуации в стране, как у Энди Дюфрейна ситуации, что его посадили в тюрьму, так и чем-то внутренним. Какие-то наши собственные ограничения, которые не позволяют нам продвинуться дальше. А еще иногда, как третий вариант, как некий третий вариант, это может быть, если хотите, симбиоз, когда есть, объективно, есть внешние ограничения, но они создают больше препятствий у нас внутри. То есть, не так страшен волк, как его рисуют. Не так уж все печально, и не стоит делать из мухи-слона, потому что, да, ограничения есть, но они легко преодолимы. Ты пейм-пейм-пейм-пейм-пейм-пейм, вот эти все мечи можешь просто как щелбанами поанбрасывать, а они тебе такими прям представляются какими-то прутьями, которые не разогнуть и никак из этой решетки не вырваться. Это не так. Конечно же, в той раз я говорю, смотрите соседние карты. Или дополнительный вопрос, к чему приведет ситуация по восьмерке мечей, если нужно уточнить. Но сама по себе эта карта в том числе может говорить и о том, что есть внешние ограничения, но человек раздул до невообразимых размеров эту камеру вокруг себя, он как будто бы сам ее создал. Если хотите, это ночные наши какие-то страхи и кошмары, которые мы, кстати, по девятке мечей с вами разбирали. А тут девятка недалеко от восьмерки, между прочим. Если нормально не проработать себя и не пройти этот урок, можно с легкостью попасть в девятку и там захлебнуться просто. Там действительно наши ограничения превратятся в ночные кошмары и какая-то маленькая порхающая бабочка превратится в дракона. Я имею в виду тень от падающего ночного фонаря может создавать нам именно такие образы. Или какая-то мышка, которая там шкребется у нас там в углу, она может какой-то дракон, который разрывает входные двери и стаскивает с нас одеяло. Я думаю не стоит вам рассказывать насколько у страха глаза велики, насколько ночные кошмары могут нас захватить. Вот это предвестник. Если нормально не выйти из этой ситуации, можно попасть в девятку мечей, когда легко получить депрессняк в голове. Эта карта ставит вопрос о том, кто же главный в этой ситуации, кто ею распоряжается, от кого же на самом деле зависит ее исход. Ключевой вопрос, особенно когда мы будем говорить о саморазвитии или когда мы даем совет человеку. Выпавшая такая карта ставит вопрос, а кто главный по этой карте? Ты или кто-то за пределами твоего внутреннего ощущения, то есть какое-то окружение. И исходя из этого ты уже понимаешь, насколько ты сможешь разрулить данный конфликт. Если это ты, полдела сделано. Осознание проблемы, принятие проблемы, видение проблемы на 80% уже ее решило, потому что правда очевидна становится. Теперь ты только думаешь над тем, как это решить. Если проблема внутреннее, тут еще проще. Восьмерка мячей подчеркивает также временный характер неприятностей. Здесь кстати непонятно почему временный. А вот у наших ребят 4 дня. Вот так чтобы запомнить легко 8 поделить пополам. 2 четверки. 4 дня в начале постились и 4 дня потом от пуза обжирались. Вот вам вместе восьмерка. Там 4 там 4 временный характер носит такие трудности. Это не будет на постоянной основе. Не стоит волноваться. Это пройдет. Все проходит и это пройдет. Этой ситуации можно избежать, предотвратить или разрулить собственными силами. Эта карта не говорит о мощных противодействиях внешних каких-то. Как например по десятому дому по десяткам, когда это объективно общество, мир, внешние обстоятельства давят силы на нас и там могут быть какие-то непреодолимые последствия тяжело переносимые нами в моменте. Здесь карта предвещает о том, что мы можем это разрулить. Хотя честно говоря по нашим ребятам, которые находились на острове, ну что они могли объективно сделать? Выйти в шторм в море? Не совсем разумное решение. Самое разумное решение было подождать. А пока ты ждешь, наслаждайся тем, что ты имеешь. Они имели очень даже и немало. Да, у них не было задачи оставаться на острове дольше одного дня. Они хотели как можно быстрее выдвинуться в путь, чтобы решить вопрос понурга. Жениться ему или нет? Ну, коль мы уже здесь задержимся на 4 дня, то давайте этих 4 дня использовать по максимуму выжить с них все хорошее, что мы можем выжить. Они это и сделали. Лучшее, что есть в этой карте, она содержит потенциал освобождения. В этой карте он очень явно присутствует. Нашим ребятам было извещено почти сразу, в первый день, когда они там оказались, было извещено, что они там пробудут 4 дня, 4 дня будут пировать, объективно невозможно оттуда вырваться, потому что есть шторм. Эта карта содержит потенциал освобождения. Она говорит, что характер эти ограничения носят временный, стоит подождать, предпринять какие-то усилия, если хотите, вы можете разрулить, также говорит о том, что это все в ваших руках. И по этой карте стоит также выяснить, вы или вас, и исходя из этого действовать. В саморазвитии, если мы говорим о том, как это может быть применено лично к нам или к нашему потенциальному клиенту в виде совета, в виде рекомендации, в виде какой-то прокачки, восьмерка мечей показывает, что мы сами подавляем какую-то часть своей личности. Как я уже говорил в начале, это что-то внешнее или что-то внутреннее. Когда мы говорим о саморазвитии, то, конечно, в большей степени это внутреннее, даже если есть какие-то объективные, скорее всего, меньше, чем мы себе представляем, причины. часто это внутренние барьеры или запреты, которые мы обычно ставим себе сами, однако предпочитаем находить их причину в окружающей среде. То, что я вам уже говорил, да, объективно со стороны ты можешь сказать, не, ну, я себе это не придумал, смотри, вот, на самом деле ограничения существуют. Ну, и когда ты начинаешь копаться в сути, ты понимаешь, что не, дружище, ты очень сильно преувеличил те ограничения, которые есть. Их можно легко преодолеть в течение одного дня. Даже четырех дней ждать не нужно. Типичная позиция человека по этой карте, когда мы говорим о саморазвитии, он почти на каждую реплику, вопрос, возражение отвечает так. Да, но я бы это сделал, то есть он говорит да, но я не знаю как, или но не мешает то-то, то-то, или но на меня давит то-то и то-то. Всегда это будет да, но, да, но. При этом, на самом деле, единственным препятствием на пути к этим вещам оказывается на самом деле нежелание сделать шаг для своего же блага. В большей степени это бла-бла-бла. Это просто разговоры без того, чтобы сделать какой-то реальный шаг. Сделай шаг и ты поймешь. Таких ограничений нет. Все твое да-но очень быстро рассеется как туман, как повязка спадет. Спадет с глаз у этой девушки и твоих да-но перестанет существовать очень быстро. Это может быть у нас спутанность каких-то мыслей, мышления, так и догматичность. Вот так или иначе. То есть рогом просто упереться и все. И не сдвинуться. И там и там существуют ограничения. В одном случае это хаотичный какой-то порядок. Ну, хаотичный порядок. Да, хорошая фраза, можете себе записать ее. Беспорядочность вот такая вот. Или наоборот, человек ставит себе преграду, ставит какую-то стену, уперся в нее, не желая принимать никаких иных вариантов, в первую очередь для самого себя, не видя путей для решения. Главное на карте не отсутствие выхода, а то, что человек его не ищет. То, с чего нужно было начинать. Посмотрите на эту карту. По ней показано движение или остановка. Мы видим, особенно в классике, сделано так, что подразумевается движение. Надо бы продвинуться, а девушка стоит. Надо бы нашим ребятам уже выдвигаться в путь, плыть им уже, пополнить запасы и вон из этого острова как можно быстрее. Они еще там на 4 дня застреют. Но когда мы говорим о саморазвитии, то это не столько, что отсутствует возможность двигаться объективно, а это нежелание в первую очередь сделать первый шаг. Традиционная аллегория карты, плен, заточение и здесь просматривается ее связь с 12-м домом кармических расплат. Мы к нему перейдем сегодня. кто знает, кто знает, может быть из-за Панурга или Эвсфена или Эпистемона или Мратажана или даже из-за самого Пантагреля ребята застряли на этом острове для того, чтобы им пройти какие-то уроки, чтобы им осмыслить. Конечно, забегая наперед, могу сказать, что они прошли эти уроки. Они не стали противиться судьбе, они смогли проработать внутри себя данное заточение и ограничение, подобно как Энди Дюфрейн проработал его в себе, когда он попал в тюрьму. Он был не виноват, он не убивал свою жену, но почему-то он попал в тюрьму и почему-то должен был там выносить все тяготы и лишения, которые были объективно у него со стороны недоброжелателей, со стороны злого начальника, со стороны в первую очередь самого себя, как несправедлив и жесток мир по отношению ко мне, который невиновен. Кто знает, почему там они оказались, наши доблестные товарищи? Не просто так вполне может быть. Я не имею в чем их обвинить, но жизнь так и выглядит у нас. Объективно смотришь на человека, на твоего знакомого, на самого себя и думаешь, за что? Вот за что? Не за что, а для чего? Для чего случились эти ограничения? Наверное, для того, чтобы я мог вынести какой-то урок, чтобы я мог что-то развить в себе, что-то проработать. Кто знает, что может случиться через год, через два, через десять? А у меня уже есть опыт, а я уже знаю, как справляться с подобной ситуацией на более легком уровне и примере, который вот сейчас происходит. Но наработав практику, выработав какие-то скиллы, ты в будущем сможешь выйти лидером и победителем какой-то более сложной ситуации. Смотрите на это так, если хотите. Карьера. когда мы можем столкнуться с такого рода ограничениями у нас на работе, когда мы хотим продвинуться, если мы говорим стратегически по карьерной лестнице или в бытовом уровне, когда каждый день ходим на работу. Конечно, в целом карта говорит о каких-то ограничениях. Опять же, два варианта. Ограничения могут быть внутри нас, ограничения объективно могут быть в виде этой клетки, в виде заточения на острове, и третий вариант некий такой симбиоз. Есть внешние объективные ограничения на работе и наша внутренняя реакция. Стоит ли говорить, что от последней зависит то, как мы себя чувствуем в реальных каких-то ограничениях. Мы не можем изменить мир, мы не можем поменять остров звонкий, но мы можем изменить свое отношение, пребывая на нем этих четыре дня. Человек сталкивается на работе, в карьере, с какими-то неприятностями, они на лицо, они есть, существуют. При выполнении своих профессиональных задач пришел на работу, надо встретиться с клиентом, надо выполнить какое-то поручение начальства, надо просто выполнять свою какую-то обыденную работу, а тут что хотите может случиться. Сломался принтер, закончилась бумага, клиент не приехал, заказ или части заказа вовремя не привезли, ты перед клиентом виноват, и это могут быть объективные причины, точнее ограничения, которые накладывают на вас работа ваша и все, что с ней связано. наша реакция зависит в том числе, как мы, если хотите, разрешим, разрулим ее с нашим клиентом, с нашим работодателем, с нашими коллегами. Одно дело запаниковать и начать обвинять всех и вся вокруг, а другое дело посмотреть на это с точки зрения а для чего этот урок мне дан, а как я могу выйти благородно из этой ситуации, попробуйте в следующий раз посмотреть на это с такой точки зрения, с точки зрения того, с каким лицом я выйду из этой ситуации, рабочий имею ввиду какой-то. Профессионально карта имеет отношение, кстати, если мы говорим о чем-нибудь более узкоспециализированном, это система судов, система тюрем, 12 дом, в буквальном смысле ограничения, такие могут проигрываться. Деятельность в специфических условиях, учитесь работать, в трудных обстоятельствах. Вот примерно так такой девиз, такой лозунг может соответствовать этой карте. Когда дедлайны, когда что-то не работает, когда что-то вышло из строя, коллега, который должен подменить, не вышел на работу, или напарник, с которым вы вместе работаете, со всех сторон по кусочку отщипнули, если хотите, воткнули по одному мячу, таких штук восемь набралось, и вы в этих сплошь неудобных ограничениях можете работать. Это трудно, конечно, но все зависит только от вас. Человек в такой ситуации зачастую просто-напросто теряется и ощущает себя маленькой песчинкой, совершенно незначимым винтиком, который можно так пью, и ничего не поменялось. Но это заблуждение на самом деле. Финансы. Глядя на эту карту, ну что можно сказать о финансах? Тупик, ограничения, опять-таки, ситуация, в которой связаны руки, какие-то, если мы говорим о финансовых структурах, о договорах, это могут быть какие-то кабальные договора, условия, которые нас потенциально стесняют. Кстати, это очень хорошая карта, это будет карта просто бонус, если хотите, когда она выпадает на вопрос, касающийся будущего, стоит ли мне подписывать договор с данной компанией, или к чему приведет, что принесет мне, вот что принесет, спасибо, Евгений, вы меня очень выручили, примерно так, ситуация может отыграться в благоприятном варианте, предупрежден, вооружен, ситуация, когда человек многого не может себе позволить, так как на это нет средств, ну, кстати, это могут быть и самоограничения по этой карте тоже, когда человек на что-то копит, он себя ограничил в ряде вещей, он самостоятельно создал для себя эти мечи, потому что у него есть определенная задача и цель, опять же, тут скорее соседние карты должны показывать, так это или нет, и к чему это приведет. Если мы говорим о взаимоотношениях, это уже у нас двух близких людей, чаще всего противоположного пола, то по этой карте есть ощущение, вот в паре, в двух, между двумя людьми, что на твоем пути кто-то стоит, вот в паре есть ощущение, что это кто-то, мы сейчас копнем чуть глубже, и мы поймем, насколько это объективно, но ощущение такое есть, даже если человек неправ в корне, есть. С одной стороны, это может быть нежелание разрешить конфликт, а с другой, кто-то может строить из себя жертву. Есть какие-то ограничения, есть какие-то препятствия, есть какая-то скованная связанность в паре, и при этом нежелание разруливать этот конфликт, вот как есть, так и есть. Если хотите, включается режим фатализма. Я ничего не могу сделать, вот это вот руки опустились, болтаются там внизу, как веревки у этой девушки. А с другой стороны, человек может себя жертву устроить. Когда он так, эти уже веревки вроде бы и отвалились, а я не думаю, нет, я сейчас их еще намотаю на себя, и повязку уже так вот сползла, и повязку на глаза. Помогите мне, я бедная несчастая овечка. Вот два варианта, два сценария, которые могут быть на этой карте проигрываться, в том числе и среди всех прочих. Режим фатализма и режим стройни себя жертвы. Кстати, это очень хорошо перекликается с 12-м, не зодиакальным домом, с 12-м раканом повешенной, где тоже человек может быть, точнее, стройте себя жертву, ту самую, хотя на самом деле обстоятельства не такие уж и плачевные, или раздуть из мухи слона. Да, что-то есть, я тебя задел легонько, чуть-чуть, случайно, и извинился ты, ааа, ты мне руку сломал, у меня теперь синяк будет на всю руку, я теперь не смогу загорать на пляже, ну, такая какая-то бытовая ситуация, и она, конечно, и выеденного яйца не стоит, ну, и, конечно, не стоит терять из виду то, что здесь и в самом деле может быть жертва нездоровых отношений. Да, кто-то может создавать такие условия, что человека в буквальном смысле ограничивает. Помните, то, что я вначале сказал, ощущение, что один стоит на пути другого, такой вот перекос, что кто-то в буквальном смысле может оказываться жертвой, а кто-то деспотом и эгоистом. Спящая красавица в скобочках независимо от пола ждет и то не факт, что ждет. Инициатива от другой стороны, сама не желая сделать ни шагу. Да, вот все, режим, как я уже сказал, фатализма. Пусть за меня решают. Мама за меня решит, она в детстве все время решала, теперь за меня пусть решает жена. Не знаю, что делать, соседи там сверху стучат, иди, разбирайся сама, я все. Я в домике. Я в домике. Бывает такое. У мужчин случается. По принципу проекции этот человек склонен считать, что им никто не интересуется. а на самом деле, давайте порассуждаем с вами. По принципу проекции человек считает, мной никто не интересуется. Да, я вот такой весь бедный, несчастный, весь такой спутанный, а на самом деле, а на самом деле, внешний мир, люди, находящиеся рядом с тобой, они зеркало, они лишь тебя самого отражают. Это ты, чертов эгоист, никем не интересуешься. Это ты, ни о ком кроме себя самого больше и не думаешь. Вот отсюда и эти ограничения, вот отсюда и это чувство, оно просто отзеркалено от других. Твое личное отношение к окружающему миру отражено. Ты смотришь на других людей, а это суть ты. Это не они, это ты. Повязка на глазах фигуры это нежелание хоть сколько-то открыть глаза, заметить людей в окружающем мире, научиться воспринимать этих людей, отдать себе отчет в том, как они себя чувствуют. Не ты, эгоисты конченые, как они себя чувствуют. вот что в отношениях также может эта карта отражать. Мало того, мало того, это очень пагубное и правдивое ощущение человек, его вырвать оттуда может быть крайне сложно. Он объективно будет считать, он не лжет ни себе, ни вам, он считает, что он в этих отношениях жертва. это прямо надо, я не знаю, что сделать, чтобы вытащить его, поставить рядом, повернуть его голову и сказать, посмотри, это же ты, со стороны на себя посмотри, это не я, это не он, это не она, это ты, а то, что ты видишь в нас, так это ты видишь себя. проблема с этим может быть, это может быть не воспринято, не замечено и не понято второй стороной. И, конечно же, очень больно, печально и обидно, когда это случается в паре двух людей, которые живут вместе, у которых могло бы быть все замечательно и хорошо. В реверсе, в негативном, как бы, в перевернутом значении, но нет. Тут чаще всего традиционно речь идет о том, что эти повязки спадают, что ограничения уходят, что мало-помалу человек может уже спокойненько посмотреть на ситуацию, увидеть, что ограничения не такие уж и объективные, и страшные. Повязка куда-то так сползет у него, он уже одним глазом подсматривает на окружающий мир и начинает замечать, что у него есть выход. А если он видит выход, то что? Естественно, по закону давления он как выскакивает в этот выход, он увидел, он до этого его не видел. Может быть, не искал, тут неважно. Теперь искал, либо заметил, либо увидел, либо повязка сползла, и он его увидел. Из-за давления, которое оказывается на него, он, естественно, быстро стремится. Он тогда уже предпринимает какие-то шаги, желательно активные, и выходит из этой ситуации прочь. Открывается свобода действий, страхи, человек понимает, уже беспочвены, нет никакого корня в них и основания, они просто рассеялись, как туман, как дым, когда солнце взошло, и все. Период ограничений близок к концу, если в буквальном смысле были такие объективные причины, выпавшая карта в реверсе, особенно, когда мы смотрели ситуацию в динамике, может сказать о том, что эти ограничения потихоньку ослабевают, и их можно считать уже вчерашним днем. Рок, оказывается, не так уж и неумолим, а с судьбой получается. Можно договориться. это очень хорошо созвучно с нашими ребятами, которые договорились с судьбой. Да, рок не так уж и неумолим. Рок, то, что они не смогут вырваться с острова в положенный срок. Ну, а как? Конечно. Объективно могут на это повлиять? Никак. А договориться с судьбой можно? Можно. Как? Оставшись там на острове, приняв то неизбежное, что уже есть и ты его не переделаешь, ты ищешь в этом что-то позитивное. Ты находишь какие-то плюсы. Тук-тук-тук-тук. Понаходил. С этим можно жить. В конце концов он не умер. Неусловно приводить пример с Энди Дюфрейном. Человек оказался в тюрьме. Заключен туда как невинный, он не виновный, он внутри это знает, что он не убивал свою жену. Больше, чем на 50 лет. Рок, судьба, что угодно, как ходите, так и называйте. Я уверен, что большинство из нас, подавляющее большинство из нас в подобных ситуациях не были и, дай бог, не будут. Но он смог договориться. Находясь в тех условиях, посмотрите, фильм, вы поймете, он смог договориться. Видно, что человек в какой-то момент, еще даже там, находясь в тюрьме, его главная задача была не убежать из нее, не сделать побег из тюрьмы. Он, находясь в тюрьме, он уже из нее освободился. Он, находясь в тюрьме, был свободным человеком. Мы все так или иначе сами ограничены. У каждого из нас можно на пальцах как минимум одной руки сосчитать ограничения. Чисто физически в нашем теле и то, и то, и то, что-то не работает, не функционирует не так, как нам хотелось бы. Объективно в нашем окружающем пространстве, на работе, во взаимоотношениях и еще ряд других причин. Попробуйте договориться с этим. Попробуйте в этих стесненных обстоятельствах в ваших телах найти возможность договориться с судьбой, договориться с Роком, с Абсолютом, с Господом относительно того, чтобы здесь и сейчас уже быть счастливым, чтобы здесь и сейчас уже эту восьмерочку сбрасывать с себя эти повязки. Предлагаю посмотреть сейчас с вами значения практические, как они у нас могут отыграться по ключевым каким-то небольшим словам, фразам, а потом посмотрим зодиакальный дом. Я решил данный урок впервые разделить на две части. И хотя они между собой взаимосвязаны тесно, потому что вращаются вокруг одной карты, но их можно смотреть и отдельно. То есть первый блок связан собственно с самой картой, а второй связан с 12-м зодиакальным домом, который в свою очередь связан с картой. Хотите, можете смотреть их последовательно, хотите, можете смотреть в разное время, одно другому не мешает. Когда мы говорим с вами о жезлах, масть огня это карьера, это наше продвижение в социуме, восхождение по лесенке наверх. мы мы тут сталкиваемся с чем? Не побежишь ты быстро по лесенке, потому что есть противостояние. Тук-тук-тук-тук повтыкали мечи, 4 дня поста, 4 дня шратвы, итого 8 дней, 2 четверки. Ограничение, противостояние. Это что-то может быть вполне себе объективное, сразу стоит помнить, очень много зависит от того, как мы к этому отнесемся. Я не говорю о том, что мы можем объективно убрать те ограничения, которые от нас не зависят, но изменить свое личное отношение к ним это в наших силах. А от этого и наше самочувствие и спокойствие. Я не единожды говорил вам фразу «Счастье не зависит от внешних обстоятельств, а скорее от осознания того, что ты поступаешь правильно и твоя совесть тебя не осуждает. А поступать правильно, чтобы твоя совесть тебя не осуждала, можно в совершенно разных ситуациях. Заложник ситуации человек может быть, как мы уже сами разбирали. То есть объективно коллега заболел, работодатель требует на завтра, клиент звонит, топает ногами, потому что ему не поставили заказ. у тебя температура, сломался принтер, утром тебя облили кофе, еще можно накидать парочку мечей, будет ровно восемь. ты зажат в какие-то рамки, так плотно тебя стянули, так плотно скрутили, что ты понимаешь, ты какой там дедлайн, ты руку еле поднимаешь, чтобы шефу позвонить и сказать не могу связан. Тут, конечно, соседние карты покажут, насколько мы можем выпутаться из этой ситуации, или достаточно нам смириться с этим. Как совет, помните, в начале я говорил о том, что это может быть понимание того, что ситуация неизбежна, принять ее как таковой, не пытаться дергаться, как муха, запутавшаяся в паутине, это ни к чему хорошему не приведет, просто дайте время этой ситуации разрешиться. То есть, все, что вы могли сделать, вот так вот ручку поподнимать, тын-тын-тын, то есть, условно говоря, позвонить там поставщику, выяснить, почему не привезли товар, узнали, что он задержан на границе и все, и вы дальше ничего не можете сделать, кроме снова звонка клиенту, но товар от этого ему не привезут раньше 8 дней, но привезут все-таки, привезут, ограничения есть, временные, да, сделайте в этой ситуации все, что вы можете, а того, чего не можете, за это не беспокойтесь. Бюрократия. По этой карте, когда мы говорим о работе, то это вполне может быть, вот эта беготня по кабинетам, 8 кругов ада, по восьмерке мечей в данном случае, 8 кругов ада, и туда, и туда, и туда, и туда, ну, одним словом, бюрократия, тут не дать нельзя, добавить мне больше нечего. Если мы говорим о кубках, о взаимоотношениях двух людей, чаще всего, противоположного пола, это конфликт, но здесь, во-первых, изображен один человек, карте Таро, это инструмент эмоциональный, и он, конечно же, отображает у нас эмоцию какого-то одного человека в данном случае. Но, коль мы говорим о взаимоотношениях, то ясно, и дело, что это связано с присутствием еще кого-то в этой паре, кстати, кстати, может быть, и с отсутствием, тогда это в большей степени уже будет не во взаимоотношениях, а мы это куда пустим? В мечи, мы это переместим вниз, в саморазвитие, пусть человек тут тогда в голове у себя прорабатывает данную ситуацию, то, что он один, и он себя ощущает таким вот связанным, спутанным, что он ничего не может сделать с этим своим одиночеством, с этим своим статусом, может, может, все ограничения только в голове, мы сейчас не об этом, поэтому, когда мы говорим с вами о конфликте, выпадает такая карта, то конфликт будет скрытый, завуалированный, что-то неявное, не очевидное, то есть, это не будет пятерка мечей, где выяснение отношений, это не будет ситуация с пятеркой жезлов, где какого-то идет отстаивание самоутверждения в паре, это, если на самом деле присутствуют какие-то объективные ограничения одной из сторон, то это будет такое скрытое манипулирование, какой-то эгоизм, давление, диспотичность одного человека по отношению к другому. Здесь же, конечно, мы в первую очередь смотрим на жертву, здесь не показан тот, кто это делает, в большей степени не показан тот, над кем это делают. Вмешательство в личную жизнь, в личное пространство. У каждого человека, несмотря на то, что мы находимся в паре, муж и жена живут вместе, но у каждого должно быть свое личное пространство, свое понимание свободы, где ты можешь расправить плечи, чтобы тебя никто не трогал. Кто-то может создавать такие бытовые условия, что ты ощущаешь себя зажатым, тебе и продохнуть не дают. это может проявляться в совершенно разных ситуациях, от постоянных звонков, смс-ок, чтобы ты отчитывался по поводу каждых 5 минут, на что ты потратил, почему ты приехал не в 6.15, ведь тебе идти тут два раза упасть, а в 6.25 где 10 минут делась, а? Не бойся там уже с кем-то. Вот такие примерно могут быть условия. Тогда идет вмешательство в личное пространство человека, даже когда находится в паре. заточение. Заточение в большей степени звучит внутренне как-то, то есть человек себя таковым ощущает. Нет какого-то объективного, такого сильного влияния, давления. Может быть легкий намек, какой-то толчок дан, но дальше человек себя накрутил, замотал, связал, глаза обвязал и все, и он там находится. Помните жертвенность, то есть человек монет из себя жертву. Ну, эгоизм с другой стороны, когда, помните, тебе кажется, что тебе плохо, что все вокруг тебя враждебно настроены, что твой муж или твоя жена, вот они такие и сякие, но подумай, а не является ли это, по большому счету, отражением сейчас тебя самого? И в буквальном смысле, если посмотреть, опять же, соседние карты могут это показать, человек может быть эгоистом по отношению вот к этой какой-то жертве, которая здесь находится, то есть какая-то деспотичность может фоном проходить, присутствовать, даже в этой карте ее можно разглядеть, хотя она в большей степени указывает на жертву все-таки. Если мы говорим о сфере финансов, о пентаклях, то это плохие новости, то есть в принципе о каком-то денежном поступлении по этой карте говорить увы, не приходится. в буквальном смысле, это может быть какая-то тяжба, то есть когда мы стянуты какими-то обстоятельствами, повлиять на которые совершенно нет никакой возможности. Помните, какие-то кабальные договора, какие-то подписанные документы, почему речь о документах идет, потому что они связывают нас обязательствами, по ним чаще всего сложно выпутаться, там уже нужно прибегать к помощи специалиста или платить деньги, это сразу докидывает парочку мечей в вашу ситуацию, потому что когда вы просто договорились на словах, а в какой-то момент ты понял, что тебя обманули по семерке мечей, то достаточно легко разорвать вот эти какие-то каббалистические условия договора, а когда это подписано и договор четко составлен, мокрая печать и твоя аккуратно выведенная подпись, что с этим делать, вот ты и в таком положении, выпутывайся уже, дефицит средств может быть в буквальном смысле не хватает денег на то, чтобы сделать что-то, куда-то продвинуться на вопрос с одной стороны, да, вот стоит ли мне заключать договор или что принесет мне сотрудничество с данной компанией и такая вот карта выпадает в числе прочих, может говорить о том, что как совет нет, не стоит, потому что ты будешь ограничен, но и на стартовой позиции данная карта может говорить о том, что у тебя не хватает объективных средств на то, чтобы нормально запустить этот бизнес, этот проект, не тебя ограничит, а ты сейчас ограничен в своих финансах, которые поют романсы, и это не позволяет тебе расправить плечи, тупик, буквально в смысле тум, все, приехали, конечная остановка. Если мы говорим о мечах, это у нас ментальный уровень, наше саморазвитие, как мы можем прокачать себя или в виде совета что-то сказать нашим клиентам. По этой карте человек может ощущаться как сам себе враг, человек, который начинает себя пусть еще не накручивать как по девятке мечей, но создавать какие-то ограничения, которые не настолько объективны. Как совет, это может быть преодоление блоков. Не так все плохо, как есть на самом деле. Попытайся эту повязку хотя бы сдвинуть вначале, чтобы один глаз приоткрыть и увидеть, а можешь ли ты увидеть выход между мечами, потому что он там есть, потому что ты можешь что-то сделать. Наших ребят вспомните. Да, 4 дня никуда не денутся, но этих 4 дня можно потратить по-разному. Можно сидеть на берегу моря и делать вот так. 3,5 дня, 3,5 дня и 1 час, 3,5 дня и полчаса. отчитывать каждую минуту, каждую секунду, которая осталась до окончания времени. А можно снять эти внутренние блоки, оглядеться по сторонам и сказать, как прекрасен этот остров, моя жизнь не закончилась, я ведь живу, я есть, я сознание, я существую, а значит, в принципе, все прекрасно, этого уже достаточно, в стесненных обстоятельствах, чтобы быть счастливым, счастливым, этого достаточно, больше его и не требуется. Энди Дюфрейну было достаточно того, в какой-то момент он понял, что он просто есть, что он человек, что в нем сокрыта огромная сила, которую невозможно унижать никакими решетками, он это доказал. Ограничения могут быть, но может включиться режим фатализма, когда опускаются руки и когда не то, что не хочется, а вот ощущение того, что и не можется. Вот впору, когда приходит такое ощущение, что не можется, сделай несколько шагов назад, достань блокнот, возьми ручку и запиши все-таки. Попытайся это все структурировать, попытайся это все растянуть на какие-то отдельные блоки и посмотреть, что с каждым из них по отдельности можно сделать. Может быть, какой-то можно выкинуть, и это тоже как не нужно, и тогда тебе станет легче. Не включай режим фатализма, даже когда ты ограничен, ты можешь что-то сделать. внутренний конфликт также может отображать эта карта. В принципе, когда мы говорим о саморазвитии, она насквозь пропитана внутренним конфликтом, потому что даже когда существуют внешние ограничения объективные, то, как мы к ним относимся, лично мы, определяет, как мы этот конфликт внутренний разруливаем, либо он нас заграждает этими мечами, этой решеткой, этими восемью днями заточения на острове, либо он для нас открывает возможности. Кто-то из мудрых, не помню кто, сейчас не вспомню, говорил, любые ограничения, это как на них посмотреть. Для кого-то ограничение в виде этой решетки, а для кого-то это возможность. Возможность. вспомним снова мы Энди Дюфрейна. Да, человек много просидел в тюрьме, и он, конечно же, эти дни мог потратить совершенно по-другому. Но, кто из вас знает, как сложилась бы его жизнь, если бы он туда не попал? Да, тюрьма это было очень большое одно сплошное ограничение внутри с множеством маленьких. Но он на это посмотрел в какой-то момент как на возможность. И он эти возможности открывал. И люди вокруг него, которые с ним соприкасались, они также открывали эти возможности вокруг себя. Он зажигал этот мир, эти ячеечки каждого человека вокруг себя и освободился таким образом. Разрешил свой внутренний конфликт. Спасибо большое за то, что оставались со мной. Я желаю вам по восьмерке мечей и по девятому, по двенадцатому дому, если мы говорим о восьмерке мечей, то правильно реагировать на ограничения, которые выпадают, смотреть на них не как ограничения, а как на возможности потенциально, которые открывают перед вами новые двери, преодолев которые ограничения, вы и открываете эти новые двери для новых возможностей, вы поднимаетесь на новые уровни и новые этапы. В практике пусть такая карта для ваших клиентов выпадает как предупреждение, не говорит о свершившемся факте, а говорит о том, что не лезь туда лучше, дружище, там тебя ждет финансовая кабала. Давай поищем другого партнера, который поможет тебе твой бизнес развивать, например. Желаю вам всем удачи, до свидания.